Здравствуйте, меня зовут Алина Евсеева, я менеджер туристической компании Авиафлот. Сегодня я хочу рассказать вам о новостях в мире туризма. Перелеты между Россией и Грузией будут запрещены как минимум до октября 2020 года, то есть до парламентских выборов в этой стране, если ситуация кардинально не поменяется. При этом на данный момент туристический поток показал рекордные цифры падения – до 70%. Фактически на направлении остались только его верные поклонники, готовые добираться до пункта назначения с пересадками или автотранспортом. Напомним, Грузия закрыта для россиян чуть более месяца назад. Запрет на прямое авиасообщение был введен 8 июля указом президента Российской Федерации из-за всплеска антироссийских настроений. Стоимость билетов на внутренние направления в период бархатного сезона снизилась. Так, например, если в летний период билеты по направлению Барнаул-Симферополь-Барнаул можно было купить от 30 тысяч рублей, то на сегодняшний день цена билета от 19 тысяч рублей. Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются Сочи, Симферополь, Анапа, Минеральные воды и Краснодар. Также важно отметить, что в продаже вновь появились субсидированные билеты до Симферополя, Владивостока, Якутска, Петропавловска, Камчатска, Читы и других городов России. Минимальный тариф от 4,5 тысяч рублей. Ведущие круизные компании объявили о начале реализации круизов на 2020 год. Именно сейчас самый лучший период для покупки туров, так как действуют внушительные скидки. Также у туристов, которые заботятся о своем отдыхе заранее, будет самый большой выбор кают на судах. В Домодедово теперь бесплатно выдают детские коляски. Они находятся в зоне международного вылета и в комнате матери и ребенка. Пока взять коляску могут только пассажиры международных рейсов, но скоро данной услугой могут воспользоваться и пассажиры, которые летают внутри России. Новые условия аэропорт запустил для создания максимально удобных условий для пассажиров с детьми. К слову, с начала года аэропорт Домодедово обслужил более 1 миллиона 400 тысяч путешественников с детьми. Также в аэропорту рассказали, что вскоре организуют приоритетное прохождение предполетных формальностей для пассажиров с детьми и беременных. Рано утром 15 августа в Подмосковье на Кукурузном поле совершил жесткую посадку самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Как стало известно, на борту находилось 234 человека. Самолет получил значительные повреждения. Но благодаря профессионализму, выдержке и слаженной работе экипажу самолет удалось посадить без трагических последствий. На этом у меня все. Следите за новостями, обязательно подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях под видео, мы обязательно на них ответим. Спасибо, что были с нами. Пока-пока!